В эфире программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Как обычно, в это время говорим о главных криминальных темах и событиях. Смотрите сегодня. В 44 тома уголовного дела и список сообщников состоялся суд над сотрудниками налогового управления. Сбил и уехал. Водитель фуры до сих пор не признает, что по его вине погиб ребенок. Раскольниковы наши дни. Пенсионерка стала жертвой нападения грабителей с топором. Практически все властные силовые структуры в стране погрязли в коррупции. Постоянно надо с кем-то делиться, брать, что-то оставлять себе, что-то отдавать другим. На все услуги есть цены. Все это понимают, но изменить не могут. На смену одним придут другие. Такие же. Взять хотя бы историю, когда двое высокопоставленных сотрудников налогового управления задержаны с поличным при получении отката в сумме более миллиона рублей. Уголовное дело в отношении заместителя руководителя УФНС России по Рязанской области Алексея Новикова едва уместилось в 44 тома. Напомню, в январе он был задержан с поличным при получении взятки в своем кабинете в размере 1 миллион 140 тысяч рублей. Свою высокую должность господин Новиков получил в 2012 году и сразу решил воспользоваться служебным положением и установить новые негласные правила. Начал требовать с предпринимателей деньги за возмещение НДС. Откат в 10% от кругленькой суммы обеспечивал Новикова безбедное существование, а самих предпринимателей избавлял от лишних нервов. На законное обжалование решения могли уйти годы. Когда-то в молодости работал следователем, он представлял, как вся эта деятельность его может быть выявлена, что для этого нужно. Поэтому он решил, первое, напрямую не общаться с представителями организаций налогоплательщиков, а привлечь для этого в качестве посредников своих подчиненных сотрудников, в частности начальников второй и шестой налоговых инспекций. Но посредники тоже не торопились снимать маски и не собирались работать даром. В свою очередь, для общения с предпринимателями они привлекли своих знакомых. О том, что звеньев криминальной цепочки становится все больше, господин Новиков не знал. С лета 2013 года по январь 2014 в общей сложности ими было получено около 5 миллионов рублей. Основная часть шла Алексею Новикову, меньшую подельники делили между собой. Выявили преступления сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции. Чернышев был снабжен видеозаписывающей аппаратурой, под контролем оперативных сотрудников. Примерно в 9 часов утра он зашел в кабинет к Новикову, передал тому денежные средства в сумме 1 140 000 рублей. Примерно в это же время денежные средства Новикову передал Анисимов в сумме 958 000 рублей. И Новиков был задержан, был выявлен параллельный эпизод вот этого Анисимова. Тогда Алексей Новиков свою вину не признал, но в ходе следствия почти через полгода оперативникой выявили еще один эпизод, который, как оказалось, был самым первым. Тогда посредников тоже было двое. Один из них – давний друг Алексея Новикова. Но после получения денег помощники отказались сотрудничать дальше и рисковать своей свободой. Его показания немного отличались по фактической стороне от тех показаний, которые давали Анисимов и Чернышев. Ну, в частности, он говорил, что инициатор получения этих денег не он, а как бы Чернышев Анисимов. Они сами его к этому склонили, просто чтобы замаслить его как руководителя. На момент премьерного выпуска программы «Вызов» принят приговор господину Новикову и его сообщникам вынесен еще не был. Мы будем следить за развитием событий. Парадокс. Родители зачастую сами автомобилисты называют опасными местами для своих детей те участки дорог, где не регистрируется ДТП. А реально аварийные пешеходные переходы считают мирными. Это простая психология. Люди часто путают дискомфорт с угрозой для жизни. Но еще никто не придумал ответ на вопрос, почему водитель, сбивший ребенка, не считает нужным даже остановиться. Этот вопиющий случай произошел в Рыбновском районе. Водитель фуры съехал на обочину не потому, что переживал за сбитого им 10-летнего мальчика. Его догнали и остановили возмущенные таким поведением другие участники дорожного движения. Происшествие произошло вечером. Как говорят очевидцы, вместе с двумя большегрузами, двигавшимися в тандеме, они как раз подъезжали к светофору. Мы как бы с своим другом на двух машинах ехали с стороны Москвы, в сторону Рязани. И на перекрестке, пересечении М5 и дорога на Рыбное, мой друг проехал на зеленый сигнал светофора вперед. Как бы я не успевал. И начал притормаживать в левом ряду. С правой стороны уже на мигающей желтой пролетела одна фура. Именно в этот момент 10-летний мальчик с велосипедом начал переходить дорогу. Когда ребенок упал, очевидец Николай Ястребов быстро выскочил из машины. Только подбежав к школьнику, он понял, что травмы очень серьезные. Пока другие очевидцы вызывали скорую, Николай, не растерявшись, позвонил своему другу и дал подробную ориентировку на сбившую мальчика машину. Увидели то, что это тентованная фура. У него была серая кабина. То есть как бы как мы дали ориентировку, то есть это либо была скани, либо и века серебристого цвета кабина. То есть как бы у него был отрон подкрылок от заднего колеса, как бы передней части. Он валялся на асфальте, то есть вот в связи с столкновением с велосипедистом он отлетел. Как только загорелся зеленый, сразу несколько водителей бросились вслед за виновником ДТП. Примерно через 3 километра им удалось вытеснить фуру с дороги на обочину и окружить ее в кольцо до приезда сотрудников ГИБДД. Водителем грузовика оказался гражданин Дагестана. Я не видел, что я его зацепил. И в конце меня догнали и сказали, что он был человек. Я вообще не видел, что я его зацепил. А мальчик переходил по пешеходному переходу? Нет, не доезжая до пешеходного перехода. Он переходил или переезжал на велосипеде? Он катался. Катался или переходил? Ну, как бы не переходил. Путаясь в показаниях, водитель фуры так и не смог внятно объяснить, почему пытался объехать ребенка, который, по его словам, просто катался рядом с дорогой. Она пыталась уйти от столкновения. То есть она с правого ряда перед моей машиной немножко вильнула влево. Но, к сожалению, конечно, ему это не удалось. И он зацепил велосипедиста. Ребенок скончался еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. Сейчас, по данному факту, проводится проверка. А действия неравнодушных очевидцев были оценены руководством автоинспекции. Не проявив водителя активность, виновник аварии мог вовсе уйти от наказания. Государственная инспекция благодарит неравнодушных граждан и участников дорожного движения за помощь в задержании нарушителей. Программа «Вызов принят» выражает глубочайшее соболезнование семье погибшего мальчика. А всем остальным хочется еще раз напомнить, что во время летних каникул стоит провести особую разъяснительную работу с детьми на тему безопасности. И не только на дороге. Это в кино. Преступники грабят в основном богачей и банки. В жизни хулиганам хватает смелости только на тех, кто не может дать достойный отпор. На днях в дом 79-летней жительницы Касимова ворвались разбойники с топором. Спасла старушку подруга. Ей удалось незаметно выбраться в окно и позвонить в полицию. Наряд приехал так быстро, что воры не успели далеко отойти от дома. Полицейские выяснили, что накануне вечером двое ранее судимых за хищение жителей Касимовского района выпивали в райцентре, в доме приятеля. Когда спиртное закончилось, 45-летний мужчина и его 20-летний приятель взяли топор и отправились к дому, где проживала 79-летняя пенсионерка. Взяли топор, пошли в банки. Сняли в петлю двери. Я схватил банку. На диван положил. Держал вот так. Сбережения у пожилой хозяйки дома не было. Поэтому, избив пенсионерку, злоумышленники забрали из холодильника продукты питания и попытались скрыться. Недалеко от дома пострадавшей пенсионерки сотрудники полиции задержали злоумышленников. Задержанные взяты под стражу. Сегодня нужно быть особенно осторожными. Мошенники и воры подстерегают пенсионеров, когда они приходят в банки, на почту, получают пенсии, когда заходят в подъезды и, как показывает практика, не чураются вероломно забираться даже в дома. Пожилому человеку, привыкшему экономить каждую копейку, трудно поверить в то, что можно убить за старенький телефон или кусок колбасы. Просто не забывайте о том, что у бандитов нет моральных ценностей. И будьте осторожны. Въезд по загранпаспортам, трудоустройство по патентам и обязательные экзамены по русскому языку. Вроде все это есть. Но отчего приезжающим на заработки мигрантам проще жить на пороховой бочке и ждать, когда поймают и выдворят из страны. На фоне новостей из Европы рост страхов насчет мигрантов понятен. Даже несмотря на то, что их приток в Российскую Федерацию в последние 2-3 года снизился. Многие приезжали на сезонные работы. Отправляли переводы семьям в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию. Но рубль падал по отношению к доллару быстрее, чем адаптировались валюты этих стран. В прошлом году глава Федеральной миграционной службы сообщил, что в черных списках 1 миллион 330 тысяч иностранных граждан. Впрочем, серьезная кара за нарушение миграционных законов коснулась немногих. Лишь для 5 тысяч въезд закрыт на 10 лет, для 50 тысяч на 5. Тем временем, по данным ФМС, в 2015 году на территории Российской Федерации находилось 9,9 миллионов иностранцев или лиц без гражданства. Знакомая летняя картина. Бесконечные грядки с огурцами возделывают люди, готовые прямо рядом с теплицами жить. Руководители предприятий в Рязанском и Михайловском районах больше переживали за урожай, чем за соблюдение закона. Во время проверки сельхозпредприятия, расположенного в Михайловском районе, на котором работают около 40 иностранных граждан, было выявлено и пресечено 6 нарушений. На троих иностранных граждан за незаконную работу были составлены протоколы об административном правонарушении. Один за другим из теплиц выходят многочисленные работники. Кто опускает глаза, кто улыбается, кто недоволен, что помешали трудиться. А кому что тут делаете? Работаю. А что делаете тут? Огурцы сажали. В ходе рейда выявлено 18 нарушений миграционного законодательства. Перебирая в руках документы, каждый такой сотрудник прекрасно знает, какой бумажки не хватает для того, чтобы спокойно работать на законных основаниях. В отношении пяти иностранных граждан будет проведена процедура выдворения за пределы страны. Административные материалы составлены и на работодателей, которые незаконно привлекли мигрантов к работе. Сотрудники полиции напоминают, что рейды будут продолжаться. Каждое лето возникает разговор о том, что девушкам стоит быть особенно внимательными и помнить, что легкие наряды только подогревают фантазию преступников. Еще одна рязанка стала жертвой насильника. С заявлением в полицию девушка обратилась ночью 17 июня. Девушка рассказала, что на одной из улиц, расположенных в Приокском районе города Рязани, на нее напал неизвестный мужчина, избил и изнасиловал. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России при Рязанской области, возбуждено уголовное дело. По горячим следам личность злоумышленника установили, мужчина 85-го года рождения уже был судим ранее. Необходимость выявления лжи возникла с того момента, как человек начал объединяться в сообщество. О том, как работают современные средства распознавания обманщиков, пытающихся уйти от наказания, мы рассказывали не раз. Но и до изобретения умной техники люди знали, как вытащить правду, даже из самых матерых злодеев и молчунов. В Древнем Китае подозреваемый в преступлении подвергался испытанию рисом. Он должен был выслушать обвинение с горстью риса во рту. Кажется, ничего сложного, но от страха разоблачения у людей приостанавливалось слюноотделение. Если зерна оставались сухими, значит вина была доказана. В Древней Индии шли другим путем. Злодея называли нейтральные и критические слова, связанные с деталями преступления. Отвечая первое, что придет в голову, преступник бил в гонг. Как утверждали очевидцы, гораздо звонче, если был ближе к истине. Но одним из самых излюбленных методов первых исследователей оставалось обыкновенное яйцо. Подозреваемые просто передавали его друг другу и, перенервничав, давили скорлупу. Это и было изобличающим моментом. О том, что страх отражается на чистоте сердцебиения, говорили многие ученые. Но авторство современного полиграфа, детектора лжи, принадлежит Чезаро Ламброза. Прообраз прибора, изобретенный ученым, назывался гидросфигмометр. При помощи этого агрегата Ламброза измерял артериальное давление и пульс у преступников. И пытался оценить реакцию подозреваемых на показанные им фотографии и заданные вопросы. Первый раз ученый испытал изобретение во время допроса подозреваемого в ограблении. Прибор оставался спокойным, но как только следователь спросил о мошенничестве с чужими паспортами, показатели поползли вверх. В следующий раз место испытуемого занял сутенер, которого обвиняли в изнасиловании. Фотографии жертвы никакой реакции не дали. Когда Ламброза обратил на это внимание следователя, тот лишь отмахнулся. По его мнению, матерый рецидивист уже давно перестал испытывать муки совести и не боялся ничего, даже сурового наказания. Тогда ученый пошел на хитрость. Задал преступнику математическую задачу. Как только подопытный увидел длинный столбик цифр, которые нужно было сложить в уме, прибор тут же показал снижение давления и учащение пульса. Так, знакомое чувство страха в итоге доказало невиновность любителей математики в данном преступлении. Труды Ламброза ругали, его теории и правда были неоднозначными, однако разработки актуальны до сих пор, и полиграф не единственный из них. Метод фиксации антропологических данных человека, его деление преступников на психологические типажи, труды по изучению систематизации татуировок – все это не устарело и по сей день. По-прежнему ждем ваших вопросов и предложений, которые лягут в основу новых сюжетов. А на сегодня все. Не попадайте в криминальные сводки. И до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...